Президент Казахстана поддерживает признание Палестины. Токаев провел встречу со спикерами Палат парламентов в страну ДКБ в Алматы. Президент подтвердил неизменную позицию Казахстана по данному вопросу и отметил, что единственным решением многолетнего конфликта является создание палестинского государства со столицей в Восточном Юросалиме на основе формулы «два государства для двух народов». Казахстан признал Палестину суверенным государством еще в 92-м. Палестинский вопрос сегодня обострился. И, как отметил Токаев, мировой конфликтный потенциал достиг опасного уровня. Серьезная беспокоенность вызывает ситуация на Ближнем Востоке. В секторе ГАЗа каждый день продолжают гибнуть и получать тяжелые ранения сотни людей, среди которых мирные граждане, женщины и дети, сказал он. Более миллиона людей оказались в безвыходном положении. Практически все основные международные организации назвали гуманитарную ситуацию в Палестине неприемлемой. Фактически она приближается к катастрофе, сказал Токаев. В пользу случаем хотел бы подтвердить позицию Казахстана по этому вопросу. Единственным решением многолетнего конфликта является создание палестинского государства со столицы в Восточном Юросалиме на основе формулы «два государства для двух народов». Мы приветствуем принятую 10 мая 2024 года резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, признающую право палестинцев на членство в организации. Напомним, в далеком 47-м ООН подтвердила неотъемлемое право палестинцев на самоопределение, а саму территорию разделили на два государства – еврейское и арабское – с особым международным статусом Иерусалима. Так был создан Израиль, который в последующие годы в ходе нескольких войн расширил свою площадь за счет палестинских территорий, а в 67-м оккупировал сектор Газа и Западный берег, включая Восточный Иерусалим. Эти события привели к многочисленным волнам массового переселения арабского населения. На данный момент Палестина признана большинством государств – членов ООН, а неделю назад о скоординированном признании Палестины как государства заявили еще три европейские страны – Норвегия, Испания и Ирландия. Далее Тухаев объяснил решение вывести режим талибов из террористического списка. Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя при этом из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором. Товарооборот между Казахстаном и Афганистаном в 2022 году достиг отметки почти в миллиард долларов, и обе стороны намерены увеличить эти показатели. Напомним, радикальное движение «Талибан» захватило власть в Афганистане в августе 2021-го, через 20 лет после того, как возглавляемая США коалиция в 2001-м свергла режим талибов. Международное сообщество не признало возглавляемое талибами афганское правительство в Кабуле. Страны имеют ограниченное взаимодействие с лидерами «Талибана». Основным препятствием является жесткие ограничения прав женщин и девочек в Афганистане, особенно в сфере образования и занятости, которые талибы ввели, несмотря на обещание соблюдать права женщин, данные после прихода к власти. Пооружен же Ахмед Ахмедяр Ильяса, столичное бюро ТДК-42.